Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии за Англию в 7R's Civilization 6 Gathering Storm в режиме случайных дерево технологий и социальных политик. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику, всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну кстати... А, ну все, обиду. Что стресли здесь? Разлилась яка. у меня через пару ходов у тебя на кофе одним готов нет я давно я ждал я ну один раз прочитал и вот он сидел ждал и вещь я денег копил на это все или маяк купить тут лучше 240 да нету смысла маяк строить давайте наверное что сразу кампус всем того что кто это говорит броненосец сушить я броненосец забрал попробовал бы на сайра с броненосцем я не хочу воевать это противный не выносит кушать у него-то точно да именно поэтому я не готов левать а кто с хочется навоевать все подождите я тут могу по обстреливать все еще не лидирую до 1 тех разница в 50 науки в одну теху горка через полтора часа уйдет последнем месте стопорскую традицию мы тоже не надо пока открывать лагерь оставить себе военный лагерь двух клетках а то есть его город узнаешь чуть-чуть по американец блин 8 ходов асадная тактика охренеть что тут такой ладно ухты валетту забрали было бы за что забрали еще раньше так еще один караванчик у кого диск это у меня в столице бегает дипломатической службы так далеко опять же ну надо кампус опять же в любом случае в плимуте даже не будем вырубать овец сразу бахаем его на них смена хоть как-то науку догонять а караван купим лондон брэдфорд бирмингем плимут так из манчестера из андерленда не бегает а из ньюкасла на аппантайм не бегает блин а чё я тут маяк не достроил сорян а я сду его хотел купить как раз так ну давайте покупаем 240 тогда сначала торговца покупаем да тут я маяк хотел купить вот стека встретил алексей до вечера здорово-здорово есть чем поторговать нету класс янтарь скоро всего три континента 4 мы все на северной америке я так понимаю еще часть на на венде похоже когда большая часть на северной америке сверху от американца колумбии еще есть еще континент под названием кратон конга я кстати вы даже не могу я его нашел но почему-то не вижу где конкретно от меня там маленький кусочек буквально а да там короче на четыре клетки континент на 4 тайла блин минус 10 процентов поэтому я пожалуй туда попылу и Уже очень странно, у меня предсчастник развивался, конечно. Ну, конечно, все странно. Ему была норма. Мне не понять. Ну, да. Ой, блин, где они же могут ремонтировать? Ну, да. Я вообще запопаю. Они могут еще и радиацию убирать. Короче, что сломали, то и отремонтировали. Удобно. Ой, визу и нашел. Ну, да, они загрязнули, они убирают, есть ачивка такая. Пять ходов, опять что ли в нормальный век, да? Ё-моё. Просто трындец. Да что ты такой злой-то? Потому что ты забрал ученого на плюс 2. Если бы вас забрал кореец, я бы молчал в тряпочку. Или американец. Да если бы я забрал, то бы ничего не изменил. Ну, вот, поэтому я бы молчал в тряпочку. Ну, забрал, я только у меня, вот, все равно тоже ничего не изменилось. Нет, у тебя плюс 20 науки. Было 110, стало 103. Нет, это два университета построились. По идее я его заберу, этот... Наклец. Ну, не строю, а построю. Я же тоже буду строить. Рядом с горой хотя бы поставил. Не, да, все-таки зал для приемов надо строить. Ну, блин, трон вождя. Я... Пока только Буэносары смогу захватить, вряд ли я буду что-то еще захватывать. Производство поселенцев? Так себе. Зал для приемов. Блин, у людей там 109... Ну, меня единственное радует, что у них упадет после золотого века, потому что это за соседство коммерческих районов и гавани. То есть, например, вот норвежец. Видите, 12 науки, потому что тут Рейна у него сидит. 4 науки. То есть, это уже минус 16 науки, да? Минус 20. Минус 26. Ну и так далее. Блин, 4 хода и 5 очков. Где мне взять? А, ну я, смотрите, вот я достраиваю эти, это тоже очки дается. Слушайте, может даже и выйду? Так, я хотел здесь купить маяк. А, я сейчас монархию приму. Да, все, я выхожу в золотой век. Это ж 3 очка мне даст. Нам еще укрепление района прокачивать против городов. Потому что тут же нет у меня на побережье никаких городов государств. Не знаю, это только если на Скифа нападать. О, слушайте, так вот этот кампус римский я могу приплыть и разграбить, по идее. Что, копера уже есть? Да, хотя бы высажусь юнитом любым. А, Леша, а что у тебя с мухопутными поисками? В каком смысле? Ну, я думаю, может быть попробовать рим купилить. Не, я нападать не буду, у меня, у меня нету ни производства. Ну, посмотри, то есть ты призываешь нападать на рим чувака, который просто отстающий по всему от всех. Который на последнем месте по всему. Нефиг на мне делать больше на рим нападать. Я уже молчал, что у меня к нему проход в одну клетку через вулкан. Это идеально. Да, да, идеально. Прийти и потерять все юниты. Вулкан извергся и все, и покеда. У американца. Это, говорит, человек, у которого там сколько? 34 защиты города? 38, ну и 43. Ну, 43, то у столицы, да. Нет, качу, рим лидер. У американца примерно такие же хреновые показатели, как и у меня. То есть я понимаю, почему он предлагает мне попилить Рим. Но у меня, к сожалению, действительно очень, очень плохо к Риму подходить. Вот об этом я и плакал. Я когда говорил, что слезы залили. Все. И монитор, и клавиатуру. Потому что теперь мы его не догоним. Так там есть другие люди на карте. Чего не догоним? Американца. И убить американца. Но я, честно говоря, не готов. У меня больше морской армии. Я больше Алексея боялся чего-нибудь. Мне кажется, Скиф скорее американцу может помочь. С его-то конницей хоть какой-то. Как минимум прибежать и грабить всю территорию Рима. Тоже приятно. Ну, я даже давал ровно минуту. Ну, а какие... Кто видит, какие города-государства засузеренил Рим? Ну, кто, очевидно. Из всех, которые вижу, он ни одного не созеренит. Ну, не знаю, давайте снизим, может, ближний бой. Там он может идти у него. А города-государства, я не знаю. Предлагайте. За науку. За науку. Здесь научный... А, Вабилон же есть. У нас Вабилон есть, поэтому давайте его... Ну, только смотрите, заблочим? Или, наоборот, чтобы сто процентов, чтобы вы получали больше науки и догнали? Я за стол. Я за стол. Ммм, поздно. Потому что, ну, то есть если он не созеренит Вавилон, то это у вас есть шанс больше получать с Вавилона. С созеренит сейчас скорее. Да. Да, научный прошел и ближний бой потеряли. Так, это я уберу. Давайте первый посол попробую. Торговая конфедерация. Дальше. Содержание юнитов. И... Давайте строительство оборонительных зданий пока. Стены, может, кое-где построю. А здесь надо соседство кампуса поставить. Ммм, 70. Уже немножко приятнее. По-моему, там вторую игру не строят эти монументы. Странно, очень. Хе-хе-хе-хе. Так, вот еще одно... А, и мне надо флотоводца... По-моему, тоже без монументов играл. Взять. Зато эти культурные районы поставил тогда. Ну, наверное, все равно надо. Я правильно знаю. Монументы – это самое важное. Это первый источник культуры. Четыре хода. Стоп, а у меня хватит вообще очков за столько ходов его взять? Двадцать. А, ну да, я два хода его в следующем могу взять уже. Так, значит, кахоке. Да, вообще не говори. И вот так. Ну, чтоб денег больше шло. Кип, я не знаю, что там было до этого. А ты можешь посмотреть, мы отторговались уже, по-моему. Сейчас, подожди. Сейчас скажу, подожди. Да, как раз этого и нет у меня. О, там у нас руинка. Так, кампус работает. Торговца надо купить просто. Строить ли стены? Ну, библиотека точно нет. Промышленная зона. Троечка. Пленеп построил, конечно, там, где троечка. Акведук тут? Греческий гнял. Бегают. Нет, смысл. Просто лучше вот здесь. Ты что, понимаешь, что я убираю две еды при этом? Не знаю, может, и не прав я. Может, и не прав. Есть уже. Мушкетер? Мушкетер? Селитр. Нет, селитры полно. У меня нету мушкетер. Не открыт. Боже, что-то, как же молодец. Он и караван, наверное, не пускает никуда. Внутри, вообще, с тобой. Я сейчас поставлю город. Поможешь, у меня и куда-то у нас с тобой союз экономический. У нас там, он прекрасно сейчас так будет. Давайте глянем, сколько у нас морских юнитов вообще. Я бы, может, и больше построил. Сам, как думаешь? Галера. Нет, можно, может, он... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Он абсолютно продаж куда тактики непонятны. И тактика заключалась в отключении электричества. Раз, два, три, четыре, пять. Он так сел в пиздеже бесконечно, блядь. Блэд, 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 блэд. Давайте две галеры еще. Ау. Вот он потом посмотрит, кто на стриме и скажет. Фу, какие. О, я все цивилизации встретил. Не, ну, блин, но он слишком много говорит. Я ему в прошлый раз это говорил. И в этот раз... Ничто не запрещает замьютить для себя человека в дискорде. Уже отчаялся и поставил районы под вулканы. И он наконец-то на 83-й ход из версии. Блин, нахожу, нашел все цивилизации. У всех цивилизации с низ нашего континента просто по одному этому. Но это какой-то прикол. Ну, подожди. Я тебе поторгую. Так, это кто говорит? Оставь? Да, вот. Так, отсюда мне надо все-таки к скифу отправлять, я думаю. Два геллона или позарык. Давайте. И еще один из Сандерленда, как я понял. Да, я могу отправить. Да. Я так и не нашел одну очку, где взять. Ты все чудеса? Наверное. А я встретил Грецию и в итоге, как бы, получается, все цивилизации. И получил то, что хотел. Хорошо тебя. Да нет, я последний по всему. А, нет. Купить этого пророка. Ну, это должен сам мне достаться. Флотоводец. Кстати, в итоге уже восемь городов. Буэнос-Айрес будет девятым. Как же тяжко без производства. Слушай, вот смотри. Люкс, ты все боялся, что я нанмадол буду сюзеренить. У тебя будет куча культуры. У тебя без нанмадола всего лишь на 20 культур и меньше, чем у меня. А до этого было вообще где-то поровну. Я просто сейчас еще две гавани построил. Не театрал, кому пускать. Не было. А прикинь, сколько у тебя было бы культуры, если бы нанмадол был твоим? Скоро узнаем. А у меня было бы. Скоро узнаем, ну-ну. А у меня было бы 20 культур, а у тебя там 140. Гринташ шпиону туда отправил, что ли? Может таймер чуть поменьше сделаем? Ну давай, как? А у меня там был. А у меня там застроился. Ну, за что вообще был. Прикинь. Подождите. Такого все-таки забрал? Нет. Скажите, капер. А, все-таки забрал норвежцевым, выкупил. У нас. У нас. Так, куда меня тут бегают? К норвежцу. Осло. Нидорос. Олисун. Ну, давайте крестьянцам. О, наконец-то получаю. Морскую традицию. Блин, это мой уникальный юнит. Зачем я его брал сейчас? Я забыл совершенно. Я думал красные шапки эти взять. Ну, так мы мастера строить. Ну, так мы мастера строить. Я думаю, что пристроен к 1-й мельнице. Может, этот пока... Ну, это точно пока оставить, потому что у меня нету верфей. Соответственно, нету смысла... Да, уверен, пока закроем. Где у нас вообще каравеллы и верфи? Сначала я в верфи пойду, потом, наверное, в каравеллы, пожалуй. Так. Почти ничего не изменилось, дорогие. У нас всего лишь 80. Ты про что сейчас? Про ученого. Ты говоришь, что ничего не изменилось от него? Это я сейчас карточку поставил. У меня тоже просвещение стоит. Только у меня 130 с просвещением и вольнодумством. У тебя мой кардон низкий. А, ну, есть... Блин, нормально. У вас там 14-12, а смотрю на эти низкие города и на свои 7-8. И думаю, хм... Ну, у меня 14-12, это 1-й, 2-й город, 10-й, 3-й город. А все остальные, которые миллион лет пулили до своего мастоположения, они не выше 5. 6-1. Пожалуйста, где вообще я строю? В Бирминге. У меня 1-1-1-4-1-3. Мы что вообще? Ну да, мы вообще. Все вопросы ким-чин-эну. Так, давайте, наверное, все-таки здесь рабочего. Старная же там страна. Ну вот. Маленькие... Он голодом не морит, но народ свой. Блин. Ну дамбу тут придется ставить. Тут тогда промышленную. Знаете, промышленная. Сюда. Дамбу. Ты там отдыхал? Нет, пока я еду по южной. Знаменитые иконы руки Северной Кореи. Знаменитые. А фрегаты мы даже не видим, да? Где открыть? Что-то неплохо. Страдает пухлячок. Обключил будем. Наконец-то в золотой век. Что брать? Реформа денежного обращения, походу. Ну... Блин, у меня это мало. Да, давайте. Кучу бабла сейчас будем. Так. Тут, наверное, Лян надо в Брэдфорд. Странно, что... Люкс все не может... Не хочет, точнее... Галикарнатский построить. Значит, этим надо заняться мне. Я не знаю. Есть смысл... Есть смысл. Что-то уже победил. Что-то уже победил. Я не верю, что... Скиф или американец что-то сделали. Я сейчас буду грабить ему. Ну... Целый один... Кампус. Один кампус. Чего-то 192 науки. Так, а в чем морской пес лучше? Имеет шанс захватить побежденные вражеские корабли. 40-50. А капер... То же самое. То есть разница только в том, что он может корабли захватить. Ну... Не самый крутой бонус, конечно. Тип службы вообще неудобно выходить. Я уже пожалел, что я не пошел, если честно. Ну да это вот такая же фигня. Народ там в просвещении вовсю. Не знаю, что это что у нас тогда что-то. Да, метод производства вообще нету. Просто... Просто... Мрак. А мне нужно 10 населения, чтобы тут... промышленную зону поставить. На оборонительное здание я тоже не буду строить. Наверное, на стоимость в золоте стоит поставить так и, например, сделать арбалеты. Так... Сколько, говорите, таймер поставить? Ни сексу. Ха-х-ха. Если вы хотите... Я жерю за 3-лодом, под агрессивную зону поставить. Я же если всё остаться. Я же не пропал. Я уже бы не пропал. Я не пропал. Я спал... Я не пропал. пока не не растает и что можно не плыть станет может на строителей строителей поднастроить минус 9 культуры и 8 науки пинанта на на реву Там ещё Антона Нарива крутое. Да, но только что-то игрек не особо блещет. Не думаю, что Арбалет может убить мне Трирему. Американец, в нём смысла нет. А, ну да, в принципе, ладно. Так, в верфи давайте смотреть. Плюс два, плюс три, плюс три. Ну, давайте тут сначала купим. Это будет у меня такой производственный центр в некотором смысле. Я верфи хочу везде покупать. Так, ещё тогда такой вопрос. У Рима им есть в Вавилоне доступ к Вавилоне? У кого? В Вавилоне. Нет. Вроде. Ну, у него там три посла. Ну, если там три посла, кто там? Корейское зрение? Да. Ну, куда? Да. Ну, у Рима? У меня сейчас всё с ним дружно. Как пройдёт так? Да. 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 и воин эти, и генерала туда ещё привёл. Да у меня три генерала, мне надо же куда-то их солить. Использовать генерала. Разстреляй просто. Разстрелил. Те, кажется, скиф шутиле нет смысла союз с Римом иметь. лет все сделка я не вижу смысла у него нападать я ему ничего не сделаю эти игры союз не имеет смысла иметь что не предлагаю нападать но у нас с ним пока идет союз блин ну плюс один может сначала лучше дамбу построен там вообще долго будет строить же мне и не а я и не открыл я ее еще не открыл блин эти после картографии counter force тогда ну тогда промышленную зону да чё тут я куплю мастерскую и наверно пора уже мавзолей в геликарнасе здесь построить что это очень хороший бонус будет для города суставом на катя на озеро помню не будет действовать да а на всех этих побережья по идее это или это считается хочу увидим ладно блин сейчас мне рыцаря завалят арбалет этот поменяется и добьет нехорошо здесь они будут да не будут рыцаря атаковать кого брать купы нет срыв выжил купы значит у меня слушал я подумал что не буду портить игру сейчас мы на территории и думаешь лучше бы испортил игру людям нет может быть я уже американцы бы не появилась я бы высадился тут есть тут куча места где высаживать над сингапуром просто куча то почему-то не заспануть я считаю что мое место должно быть над сингапуром твое место возле сингапура на секунду показал что все-таки будет оригинал в этой фразе в этой фразе это и 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 все еще последний по науке ем и до 9 тех вставание блин там специи необработанные ну вот и 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 А, вот они. Так, ну, после картографии, очевидно, ну, мне... Не знаю, стоит ли мне Counterforce? Нет, я думаю, что мне не стоит Counterforce. Сразу во фрегаты надо идти. Да, там будет еще плюс 10% науки. А, нет, там конкурса будет громко давать. Что-то с наукой тоже будет связано. Что-то с наукой тоже будет. Надо уже около... Блин, 72 Буэнос-Айреса. Это... Присос тут горы. Кстати, даже тяжеловато будет и с фрегатами брать. Ура, отстыков встретим. Ну, привет-привет. Боже мой, сколько здесь места, это у меня спустит. Под ацтеком. Под ацтеком. Сосевляй. Да нет, оно не мое. Под ацтеком, слева от ацтека. Я знаю, знаю, знаю. Я и так, черт, ген, расселился на... Блин, у меня с двух... Короче, на мини-карте я с двух сторон живу. К сожалению, я тут ничего поделать не смогу. Ну, я реально не понимаю, почему Корея не забрал арму, не забрал вопилон. Вопилон выбирать не надо. Я тоже вот сейчас думаю арму забрать, но знаешь, что мы приключаем, что приколы... На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!